залезу на деревянный столб и чтобы было все готово на этом вот изоляторе чтобы была одна проволочка и вторая такая проволочка я ее беру вот таким вот образом вот так смотрите здесь длина проволоки такая маленькая а тут длинная и вот смотрите раз таким вот образом обвязал вот таким ну слабенько ничего же страшного нету правильно ее бросил туда а это вот здесь вот оставил так мне нужно еще взять другую проволоку тоже самое сделать только с другой стороны но я вот таким вот образом сделаю опять то же самое опять так сделаю можно же так сделать можно опять таким вот образом и вот таким вот образом оставлю ну понятно да этот провод сюда ложится этот провод ложится вот сюда и вот этот провод оставшийся он соединяется вот с этим проводом и буду обвязывать сам этот ну кабель провод в общем который по которому будет находиться напряжение в дом вроде понятно вот это вот с этим вот так получается мощно такая заготовка про баню листок номер три сейчас я это все уберу и начну самое простое а самое простое бывает и сейчас я вам покажу вот так вот будет лучше удобнее вот так рассказывать нет удобнее нужно выше залезти а выше уже мышь сидит посмотрите белая но все равно я залезу мышь я ее сброшу вот смотрите дать повод мышам сделать место в бане и эти мыши они везде будут даже на столбе сидеть я ее сброшу туда друзья на как неживая и теперь смотрите все таки я выбрал скажем для строительства бани брус и выдали мне участок и вот смотрите еще получается участок 1.2 то есть я кулушек забил потому что еще забора нет потому что забор тоже нужно денег а денег нужно ну очень много это кажется что раз-два на самом деле на какой-то забор сетку рабица нужно очень много денег и вот на этом участке как нужно установить баню баню если например скажем солнце вот оттуда из-за горизонта начинает появляться утром и проходит немножко вот таким вот обзор то есть не над головой а вот так вот так вот так вот так вот так и уходит туда потому что сейчас я покажу на вот этому участке где будет солнце солнце будет вот здесь а вот здесь солнце будет где-то где-то вот здесь где-то вот так солнце То есть, да, где-то вот здесь будет солнце. Вроде бы так, солнце. Это восход, а это заход. Буква В и буква З. То есть солнце, оно как бы не по одной линии. Вот так вот. Раз и вот сюда. Нет. Оно немножко вот таким вот образом. Вот таким вот образом. И по вот этой дуге можно определить, где север. Если бы я вот стою, и солнце вот там находится. Ее солнцестояние вот именно вот так вот поднимается. И вниз уходит. И вот можно определить по этому солнцу, где находится север. То есть я поворачиваюсь к солнцу. То есть я смотрю, за спиной север будет. Север будет вот от этой точки, вон там находиться. Если бы я, конечно, за экватором, там все да наоборот. Потому что если смотреть на солнце, с левой стороны солнце сходит из-за горизонта. А тут заходит за горизонт. А если бы за экватором, ну, вроде понятно, не буду про это говорить. Там все да наоборот. Здесь с левой стороны на солнце смотришь, а там будет, наверное, с правой стороны. Далее. Значит, баню желательно, я думаю, буду устанавливать вот таким вот способом. Вот таким вот образом. А почему таким вот образом? Потому что парной буду делать вот с этой стороны. Парная будет у меня вот здесь. А почему здесь вот парная? Потому что, вот видите, мелочи какие. Потому что люди, когда будут выходить, отдыхать, скажем, вот в этом месте. Потому что парная здесь, моечная здесь, а предбанник здесь. Люди выходят и отдыхают вот здесь, на солнышке. Ну, вроде понятно. И если здесь сделать окно, здесь постоянно будет светло. Там, где находятся люди. В этом предбаннике. Вроде бы понятно все. Теперь, перед тем, как нужно привезти. Посмотрите. Я определился с проектом. Либо проект купил, либо где-то слезал, либо сам придумал. Либо вообще проекта нет, а надо привезти теперь брус. И вот надо брус привезти. В первую очередь, это вот ошибка в первую очередь в пиломатериал. В первую очередь нужно сделать фундамент под этот проект. Фундамент сделал, а потом привез брус сырой. Уложил и тут же его, ну, скажем, вот с этой стороны или с этой стороны в пиломатериал. Брус. Он в сыром состоянии. Вот именно этот сырой брус и нужно сразу пустить в дело. Он мягкий, он шевелится. А сухой брус, если привезти его здесь сушить, пока сделают вот этот вот фундамент. И пока он выстоится, этот брус высохнет и вот так поведет. И будет очень нехорошо. И когда брус укладывается, обязательно зазоры везде делаются. Между брусами от земли обязательно расстояние, чтобы ветер дул именно под этим брусом. Обязательно прокладывать нужно опять, скажем, тот же брус или какой-нибудь брусок или доску. И опять брус укладывать таким вот образом, чтобы воздух вот таким вот образом проходил. Чтобы он не стал черным. Это вот тоже имеет в строительстве большое значение, когда укладывается брус. Его уже привезли, его уже нужно не бросать, а укладывать, чтобы он был ровненький, как струна и без каких-либо изгибов. Чтобы он укладывался просто ровненько-ровненько. Здесь подложить, здесь подложить и там подложить что-либо, на чем он будет лежать, этот брус. Далее. Закрывать его пленкой нежелательно, потому что там будет пара испарения. Этот брус весь просто-напросто сгниет. Если этот брус не будет применяться сразу в дело. А надо сделать какой-нибудь вот шифер над этим брусом, чтобы была какая-то высота. Чтобы ветер здесь проходил и влага подымалась, она просто улетучивалась. Вот это вот нужно знать про пиломатериал. И обязательно привезти паклю. Раз я уже выбрал брус, надо тюки пакли. Два тюка пакли можно купить спокойно. Если бы я, например, выбрал именно паклю, а не прокладку, она, пакля, вот так завязана. Вот так завязана. То есть два тюка пакли я выбрал. Все. Я привез эти тюки пакли. Но чтобы их привезти на земельный участок, вот на земельный участок, нужно сделать палатку, если нет какого-либо сооружения. Купить хорошую палатку, где можно жить временно хотя бы. И складировать эту паклю на своем участке. Вот так вот. Вот представляете, как надо. И туалет еще установить. Обязательно. Вот туалет нужно обязательно установить. Временный хотя бы. Но он будет и постоянный. Туалет это будет так и оставаться. Туалет. Ну вроде бы для начала что-то есть. Все бы вроде бы рассказал. Потому что на земле как-то неудобно. А вот на столбе удобно рассказать. Сейчас буду продолжать дальше работать. Закручивать. Вот видите, складировал. И здесь вот сделал отверстие. Смазал маслом, чтобы закручивать как по маслу. Сверло по-моему на 16, если не ошибаюсь. Вот так вот. Вот смотрите. Одной кистью работаю. Без каких-либо проблем. Закручиваю. А если на сухую. То вот этот вот гусак закручивать. Просто надо будет еще и брать. Ключ. Сантехнический. Такой здоровый. Номер 2. Это кажется, что Там отверстие просто большое. На самом деле это работает масло. Все. Вот я закрутил. Таким вот образом распрямил. То есть это вот здесь. Это вот здесь. И теперь я буду поднимать. Поднимать. Так. Мне помощник. Сына! Иди помоги! Вот видите. Веревочка обязательно должна быть. Если что-то осталось на земле. И поднять на столб. Давай, давай, давай. Иди, иди, иди. Теперь. Нужно вот этот провод туда. А вот этот длины вот сюда. И вот эти два провода. Вот таким вот образом нужно закручивать. Проводка такая вообще. Тугая-тугая. Кошмар. Тугая-тугая. И вот так, смотрите. Все затягивается капитально. Проводку какую-то нашел. Она Какая-то Не мягкая. Одно мучение. Ну, хватит. В сумочку. Этого хватит. Теперь здесь надо сделать То же самое. Ну, что-то такое. Вот осталось чуть-чуть. И можно слазить. Затягиваю, чтобы проволока просто Впивалась В эту изоляцию. Ну, вроде бы и все.